добрый день дорогие друзья сегодня хочу провести дегустацию нескольких сортов кумквата это кумкват нордман более-менее зрелый плодик такое дерево крупные раскидистые я уже показывал это кумкват маргариты самая обычная спасенный мой загубленный магазине росточек это кумкват моего который я вам уже показывала тоже и очень мне нравится его структура очень мощные побеги зеленая сочная листва именно у этого деревца вот попробую срезать но неудобно что я одной рукой держу камеру одной рукой никак не получается плодоножка коротенькая боюсь повредить ветку поэтому скручиваю лучше просто тоже более-менее спелый плодик они не полностью вызрели на камеру плохо видно но плодик не совсем полноценно оранжевый но вот самый 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 спелый я выбрала всего деревца также как и нордман неполноценно оранжевый еще такой значительно крупнее чем моего и вот принципе из-за этого растения из-за кумквата маргариты я и начала эту дегустацию потому что уже хочется чтобы дерево было разгружено так я оторвала маргариту и таким образом если плоды оторваны для продажи то они выбраковываются потому что они очень быстро плесневеют поэтому для продажи все плоды аккуратно срезаются под самый под самое основание плодоножки чтобы и не травмировались этими острыми плодоножками другие плоды но при этом чтоб не было такого залома тоже попробовала срезать но одной рукой на никак не получается поэтому сделаю это потом вот и решила еще принести тоже кумква тондо остался у меня один маленький плодик зелененький вот уже оторву сколько у этого дерева тоже была тяжелая судьба как я вам уже рассказывала поэтому пусть она восстанавливается что сорвем плоды как есть и продегустируем такой этот тон да вообще забавный конечно сравнению с нордманом особенно сама дегустация кумкватов маргарита обычная самая которая куплена супермаркете лето с уценочки это мы его нордман без семянный кумкват и тондо самый последний кумкватик конечно вот такого лучше не допускать да то есть для дегустации лучше подождать чтобы кумкватик был полностью при полностью абсолютно оранжевым то есть вот тоже маргарита но я их сняла уже потому что вот эту маргариту хотелось разгрузить у нее один кумкватик она была с оценки то есть растение выживает скажем так поэтому я думаю уже разгрузить ее пусть она даже зеленоватая и тонда тоже у меня про который вы уже слышали историю что я его залила и скринела большая часть корневой системы из этого была утеряна большая часть кроны и вот я ставлю для вот этот последний плодик смешной такой на дозревание но сколько дозрел столько дозрел уже хочется чтобы растение занялось не детьми своими а своей собственной жизнью выживанием и разрастанием поэтому такое смешно еще и зеленоватый моего ну раз уж как говорится сняла я маргариту и тонда то и мы его тоже сняла и также норман тоже немного недозрелый как вы видите не добрал еще оранжевого колера своего но тоже раз уж дегустировать так дегустировать по крайней мере покажу вам эти сорта что они себя представляют расскажу немного вкусе вот он нортман да называется бессименный кункуат вот у него если бывают семечки то они от обычно вот такие вот пустотелые ну и несколько я встречала семян все-таки полных вот и очень толстая у него мякоть альбедо называется у цитрусов кожурка попросту говоря очень толстенькая а сама часть которая соковая такая соковые мешочки она очень маленькая за счет этого у него очень хорошие вкусовые качества вот вот она да кстати вот полноценная косточка вот вам пожалуйста бессименный сорт так что бессименность в нем не гарантированно но многих плодов если честно семян действительно не бывает я считаю что это недопустимо должно быть раз сорт назван бессименным то он должен быть бессименный так теперь моего мы его абсолютно правильно и абсолютно нормально вот у нее действительно кослявость так кослявостью и кослявость всегда повышенная видите в каждом отделе есть кости и развитые неразвитые кушать если честно целиком вроде как кункуата нужно кушать целиком сразу но мне лично некомфортно поэтому я сюда разрезаю нехитрыми такими отдельно отложу кости от бессименного кункуата вот это с мэйвы разрежем наш смешной маленький тон да вот он такой маленький это в нем косточка вот что можно сказать это там да и обычная самая обычная маргарита которую вы можете купить и в обе бау-центре и в супермаркете ее плоды это все она вот у нее такие хорошие полноценные семена носила этих смысла нет потому что кункуата дичок кункуата не может похвастаться своими характеристиками для прививки на него чего-либо сейчас я попробую рассказать про нюансы вкусовые этих четырех видов кункуатов ну вот что я могу сказать по вкусу на первом месте по сладости и по консистенции уже если вот спелая мэйва то у нее нет хрустящести такой то есть она очень мягкая но прям как готовая мармелад что ли то есть по сравнению с другими кункуатами она очень сладкая и очень такая конфета подобная на втором месте по сладости по таким схожим характеристикам это тонда на третьем месте нортман но конечно то что я уже говорила что нужно все кункуат дождать полной полноценной спелости то есть когда вот они становятся такими уже даже видите кожурка отделяется такая становится прозрачная тогда не спелы вот нортман кисло-сладкий больше сладкий и у него хрустящая такая вот эта альбедо хрустящая и на последнем месте это самые обычные маргариты но я хочу сказать вам что все кункуат достойны то есть если у вас будут разного вида кункуата разных сортов вот я знаю что кукле и варигатный кункуат например они очень уж кислыми то есть ну их я бы не стала в принципе заводить а так кункуаты такого типа и обывата они очень достойные и вас не разочаруют если вы заведете у себя дома и будете иметь разные вкусовые качества плодов я думаю такое разнообразие но очень приятно из каких-то если вдруг например маргарита вам покажется по сравнению с моего естественно кисловатой и вы не захотите и кушать то из нее можно сварить прекрасный джем прекрасное варенье то есть тоже я считаю что это достойность рта особенно ее достоинство это то что она доступна то есть этот кункуат вы можете купить в любом супермаркете цветочном даже строительных супермаркетах таких там как обе полу центр лето леруа мерлен и так далее даже в обычных супермаркетах тоже бывают их продают поэтому ее огромный плюс это ее доступность вот в принципе неплохие вкусовые качества так что получается первое место по сладости моего второе место такой смешной плодик тунда третье место нордман и четвертое место самое обычное маргарита до скорых встреч